всем привет сегодня у нас опять Leroy Merlin гарантии вот такая шлифовальная машина Dexter три года гарантии клиент пишет клиент пишет что пропала мощность пропадает и сюда такую наклеил не шкурку просто чтобы регулировка оборотов есть правда мощность слабоватенькая обычная стандартная проблема всех вот таких шлифовальных машинок это забиваются подшипники пылью и клиент вот он даже сейчас не крутится подклин есть а все потому что в инструкции четко указано не используйте этот инструмент на штукатурке потому что стоят дешевенькие подшипники и они быстро забиваются пылью плюс здесь в инструкции указано что всегда нужно работать с пылеотведением либо вот с этим мешком чехлом либо с пылесосом давайте смотреть так Продолжение следует... Подшипник горячий, как я говорил, он не крутится вообще. Я так понимаю, это корпус подшипника, и он здесь, по идее, должен стоять жестко. Вот я разобрал, видите, корпус подшипника разбитый, и сам подшипник заклиненный. Но на этом не все. В корпусе еще ротор ходит. То есть вот здесь посадочное место подшипника разбито. Оно-то все работает, но если это поменять, вряд ли оно будет нормально работать с таким люхтом. Поэтому нужен корпус, а корпуса в наличии нет. И из-за этого клиенты просто выдадут новый инструмент. Так что я его даже разбирать не буду. Пыль здесь, кстати, не штукатурка, это деревянная, древесная пыль. Поэтому собираем обратно, делаем описание и ждем одобрения. Следующий экземпляр, это насос для грязной воды, Sterwins CDV3. Написано, не включается. Сразу же видим повреждение кабеля, и это как бы уже можно отказывать гарантии. Это называется неправильная эксплуатация, да и на самом гарантийном талоне это все указано. Может даже из-за этого он и не работает. Да и вообще насосы, такая штука, в розетку их вставлять опасно, может сразу бахнуть. Потому что если там внутри вода, сырость, влага, может произойти короткое замыкание. Попробуем сначала его открыть. Вот такое тут дерьмище. Валерий. 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 Работа идет? Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, что я его не стал включать в розетку, здесь все мокро. Вода. Естественно, двигателю тут будет вропа. Двигателя в сборе, по-моему, нет в наличии, поэтому здесь, скорее всего, тоже будет замена. Так что я собираю это все обратно. Даже не буду париться. Здесь я все-таки в наличии что-то будет, разберу еще раз. Чтобы она не лежала и не воняла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...